Последствия обрушения сняли родители пострадавшего мальчика. Внушительная дыра в бетоне диаметром почти полметра. Именно сюда провалился ребенок. Доставал его отец. Это еще хорошо, что как раз вместе с сыном мужчина выходил из квартиры. Начал вытаскивать. И пока не отогнул арматуру, он не смог достать ему ногу. У ребенка была истерика, у ребенка был шок. Мало того, что ударился, напугался. У него порвался ботинок, получается, за арматуру. Это просто повезло, что ребенок был в теплой одежде. Родные уверены, от серьезных травм уберегли мальчика именно плотные зимние штаны. На них он повис между металлическими прутями арматуры. Нужно отдать должное. Уже спустя всего 5-7 минут на место приехали и представители управляющей компании. В управляющей компании на ЧП отреагировали достаточно оперативно. Жильцы рассказали, практически сразу дыру накрыли. Вот таким деревянным настилом. Лежит он прочно. И сейчас проходить здесь можно без опаски. Решение, конечно, временное. Бетонный пол здесь рассыпается буквально на глазах. Образовавшаяся дыра ведет прямо в подвал. Люди, которые живут в этом доме уже не один десяток лет, говорят, беды ждали. И винят во всем свою старую управляющую компанию. Затапливала дом регулярно. В подвале стояла вода. Постоянно парила. Канализационная труба общесливная, она была гнилая. Годами ни ремонта не делалось, ничего. Жильцы уверены, обрушение в подъезде – последствия сырости. Муниципальные управляющие компании, которая теперь обслуживает многоэтажку, пообещали подъезд отремонтировать. И весны ждать не будут. Сегодня уже начнутся работы по устранению этого провала. Снизу будет подложена опалубка со стороны подвала и будет залитого бетоном, для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. А еще в управляющей компании заверили. Во избежание подобных случаев проверят все подъезды. Многим домам гораздо больше 50 лет. Их состояние оставляет желать лучшего. Анастасия Мосина, Иван Дорофеев и Несей. Новости. Новости. Новости.